Я говорил, вы знаете, кто приходит, что давно уже, уже второй год, у меня это цель жизни, чтобы помнили. Этот человек зовут Сергей Гордеев, умер он два года назад, старший прапорщик, ветеран ФСО, Федеральной службы охраны. Кто на фестивалях был тогда, Шавров ушел, он помнит Сергея Гордеева. Это изумительный автор-исполнитель, у него все, что он написал, это все песни у него. И песни вы его слышали, судя по вашей реакции, они ему понравились. Я хочу, чтобы до конца года, мало мне, что его архив, а он писал всю жизнь. Всю жизнь, ну лет 50 он точно в своей жизни писал песни, всегда, прям с юности. Там есть все, есть Москва 50-х, 60-х годов, есть Афганистан, как он его видел, как представлял, события 91-93-го года, о подводной лодке Курск, действительно, о чем она, замечательная песня. Ну, например, вот, я скажу несколько слов там. Подлодка Курск на дно упала, взорвался головной отсек, внизу команда погибала, 118 человек. На мотив известный. Нас извлекут из-под обломков. С Курском тайна великая, но знал Гордеев, потому что работал в Кремне. Там, как в Комитете Безопасности, знают все внутри, о чем народ не знает. Но время говорить правду пришло давно. Стали забываться и подлодка Курска, и еще многое чего-то, и война. Я не хочу, чтобы забыли Сергея Гордеева. Вот это долг, потому что я песню пел, друг, давай, позвони мне. У меня долг передал, когда ему не с кем было поговорить, я на всем земном шаре, только мы двое понимали друг друга по условию. Я любил, вон, меня, наше творчество. Я не хочу, чтобы на фоне той пены, которая сейчас плавает в избытке там, паразитов на Афганской войне, на Чеченской войне, даже в Сирии уже начинают. Все доломанулись писать, ничего не видя, ничего не понимая. А вот состояние души человека никого не интересует. Хотя человек, он писал песню лучшей, на мой взгляд, гораздо. У нас есть план. Значит, конечно, я исполняю лучше, чем Гордеев. У него своеобразное исполнение, поразительный аккомпанемент на гитаре, кто слышал его. Поразительный, таков ни на кого не похожий. Вроде авторский аккомпанемент идет, но это живая музыка. Причем исполняемый на гитаре, слушает замечательно. Оцифровали вот с помощью Юры нашего, значит, оцифровали полторы тысячи примерно песен. И кассеты еще 60-х годов там. Вот такие рассыпающие. Восстановили. Есть еще у нас один, кто нам помогает, замечательный. Профессионально цифруются эти кассеты все. Ну вот, я поэтому вот сейчас спою такой, не по одной-две, а четыре песни Гордеева. Ну, чтобы нельзя выкидывать сразу, как мы думали, сразу страничку в интернете. Никто не будет читать, там столько всего понаписано. Надо сначала диски из самых лучших. Поэтому это выборочные песни. Вот эту я песню пел в прошлый раз, я сейчас ее вам спою. Он по-своему видел Афганистан, его не интересовали кровавые события там. Хотя он про эту песню писал, но они были философские. Он ходил, он не был в Афганистане, но он на наших концертах был, в Кремле был, в колонном зале был. В Территамаке был, разговаривал с афганцами. И со слов он умел отличать ложь от истины. И он писал песни. Вот, пожалуйста, песня. Я ее в прошлый раз пел, сейчас я ее повторю. Значит, она называется «Света». Эта песня. На войне случается всякое. Замечательного много, что невозможно в мирной жизни никак. А там вдруг, там встречаешь, ну, в общем, Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И не знаешь, кого завтра встретишь и с кем завтра простишься. Ну, вот это Сергей Гордеев. Предполагаю, это год 80-й, конец. Он никогда не писал, потому что не думал, пусть у него останется. Он в стол, в общем, писал. Я смотрю на фотокарточку. Там на ней наш старый дом. Мы с девчонкой в белом фартучке в первый класс идем вдвоем. У нее в качичках бантики. Я несу ее портфель. Все же были мы романтики. Где романтика теперь? Света, 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 сотканный света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? Нам, моя хорошая, забыть его нельзя. Все мечтали стать героями. Смелым беды нипочем. Я, конечно, стану воином, станет девочка врачом. Мы с девчонкой дружбой связаны. Всюду были заодно. По деревьям вместе лазали. Вместе бегали в кино. Света, 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 сотканный света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? То нам, моя хорошая, забыть его нельзя. Но с годами повзрослели мы. Вот уже десятый класс. Наша дружба не потеряна. Перешла в любовь у нас. Кто же знал, что жизнь завертится? Разбросает всех она. Но опять поможет встретиться Нам афганская война. Света, света, сотканный света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? Зато нам, моя любимая, забыть его нельзя. Был в бою жестоко ранен я. Но спасли меня друзья. В санбате на свидание Вдруг пришла любовь моя. С грудью я лежал простреленной. Неудачным был тот бой. И любовь в халате беленько Наклонилась надо мной. Света, света, сотканный света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? То нам, моя хорошая, забыть его нельзя. Я в бреду на койке мучился. Смерть меня толкала в гроб. Кто мог знать, что так получится, Что положит мне на лоб свою руку? Эта женщина Изобьется сердце вновь. Но с другим была повенчана Моя первая любовь. Света, света, сотканный света ты. Где вы, кудрерусые, зеленые глаза? Где ты, где ты, памятное лето? То нам, моя любимая, забыть его нельзя. Света, света, сотканный света ты. Глажу кудрерусые, гляжу в ее глаза. Где ты, где ты, памятное лето то? Надо бы забыть его. Но вот никак нельзя. Это Сереге. Спасибо. Еще песню. Я пел ее в прошлый раз. Есть большой раздел у него. Мы понимали трагедию. Понимали, потому что много читали и много знали. И мы еще были сыновьями и внуками тех, кто увидел и учал своими глазами и в Гражданской войне, и в Первой мировой, и в Финской, и у моего деда родного. Четыре брата сгорели в танке в русско-финскую войну. Осталась фотография, где они еще молодые совсем. Экипаж машины боевой. У Гордеева то же самое. И я вообще давно считаю, что вот память о твоем роде у каждого живет вот тут, в генах. И не надо ничего выдумывать, не надо никого слушать. Прислушай их к себе. И там у каждого, кто хочет, кто понимает, стоит такая лакмусовая бумага. Вот это вранье. Вот это ложь. А вот здесь человек, мне, по крайней мере, вот это вот просто. И чтобы мне не врали со всех трибун, с высоких, что они говорили. У меня куча родственников, которые все видели, пережили, как мой отец. А говорить-то мы все мастера. За это денег не берут. Платят за разговоры там денег. Поэтому эти песни, вот мы с ним полностью сходились. Трагедии Белой Гвардии, откуда все трагедии идут, до сих пор тянутся, да? Белая Гвардия, герой полной георгийской кавалеры, они и в пятом году в русско-японскую, и в четырнадцатом году русско-германскую, и в семнадцатом еще воевали на фронтах, и в восемнадцатом, и в двадцать второго года до двадцать третьего. Белая Гвардия. А те, кто изменил присяги государя-императора, Алексеев, начальник штаба, потом ТОП-5 был наш штаб, все расстреляны. Все потом были расстреляны, но ими благодаря им большевики и выиграли войну. Это были профессиональные, обученные офицеры, поэтому можно почитать «Хождение по мукам», там все написано. Офицерские корпуса, офицерские полки не сгибались. И много чего. Полные георгийские кавалеры разных национальностей служили в армии. И они были героями России. Их не призвали героями РСССР, Советского Союза. Ну и не надо. Но страна должна помнить своих героев. И вот, пожалуйста, такая песня. Сергей Гордеев, опять же. Она мне просто нравится. Я хочу с вами поделиться, хотя я ее пел еще раз петь. Простенько называется. Она называется «Гитара». Ушли мы от красной погони, Метель все следы заметет. Придется в разрушенном доме Встречать девятнадцатый год. Пылает в старинном камине Разбитый узорный паркет Чердачной пыли в паутине Гитару нашел наш карнет. Карнет, приласкайте гитару, Ведь и в этом деле мастак. Вы с дамой отличная пара, Хоть был ей приютом чердак. Лак в трещинах, как порваны струны, Но женщину надо любить. Тогда она голосом юным Для вас запоет, может быть. Гитара, 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 Не надо грустить об лом. Расстрелян хозяин ваш старый И умер разграбленный дом. Влюбитесь в мальчишку из скуки, И боль постепенно пройдет. Он вам свои тонкие руки На талию нежно кладет. Ах, как эти струны звенели Под ловкой умилой рукой. И люди усталые пели О жизни о той, о другой. Полковник в сердцах прослезлился И вспомнил дом питерский свой. Седой головою склонился На сабле Эфес золотой. Ну что ж, господа, в наших кружках Сегодня шампанского нет. Но все же за вашу подружку Мы тост поднимаем, корнет, Как золушка, ждущая бала, Скрываясь в чердачной пыли. Она вас, корнет, ожидала И вы к ней сегодня пришли. Прошли мы все ужасы ада Безумной гражданской войны. Блестят на мундирах награды, Но родине мы не нужны. Георгиевские кавалеры, Конимая белая рать, Пилат, господа, офицеры, Нам рано еще умирать. Снег рвется, разбитые двери Метет над Россией пурган. Кто знает, что будет расстрелян Полковник в подвалах Чекан, Что власть заберет пролетарий И что через несколько лет В парижском кафе на гитаре Играть будет нищий корнет. А ныне в дворецком заброшенном доме Нас зимняя ночь застает. Рут в зале уставшие кони, И где-то хрипит пулемет. В старинном камине пылает Разбитый узорный паркет. И нам на гитаре играет Без усы мальчишка Кормит. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Вот такая песня. Вы ее пил, ее раз-два. У меня такое ощущение, что я видел ее в полном варианте написано, гораздо длиннее. Но то, что удалось нам осталось после смерти Сергея, там этого нет. Хотя песня сама есть, но как бы не закончишь. Но тем не менее. Еще раз напомню, что Гуляй-Поле это первая демократическая республика, созданная анархистом-коммунистом, так они себя называли, Нестором Махно. И вот те ужасы, которые показывают, у нас даже в вхождении по мукам всего этого не было. Там был обмен бартера, вот такой, села, сельскохозяйств, продукт, и с городом, с рабочими города там раньше. Ну и вот бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют. Это вот лозунг никакой не был. Значит, били они немцев, сражались. Нестор Махно из 10 первых орденов боевого красного знамени, значит, получил, он носил его, потому что его тачанки раздолбали армию, по сути, один из корпусов Буденного. Ну просто. Помогая белой к армии брать царицам. Просто разметали изобретение. Помните, первые парады были на тачанках, «Эх, тачанка, раставчанка». Не было бы махно, не было бы тачанок. Вот изобретение такое. Умер он в нищете в Париже, начав писать свою историю. У меня есть, прислали мне из-за кордона. Третья часть потеряна. Его уговаривали, чекисты, вернуться. Он согласился, и наслаждение его. Женщина, которая с ним жила, нашла его мертвым. В подвале, где тот жил. Поэтому третья часть так и не найдена, две. Он писал, я читал, замечательно. Ну вот это. А это вот то, что было. Это хождение по мукам. Это нереальное махно и нереальные махнувцы. Это то, что представлено было в романе. Знаменосец взмахнул знаменем зеленым, стахнул стих на площади, гул встали эскадроны. Крикнул войску махно, можно поразмяться. Пей сегодня вино, завтра будем драться. Гуляй, поле, гуляй, поле, волиный край. Конь на воле, на просторе погуляй. Сговори, казак, с юною смуглянку, с ней теплей, как-никак, ночью под тачанкой. Будет шмона, мужики, всем нам выпить надо. Разобьем все замки кованым прикладом. Мы войдем, с шашкой в дом. Кто нас здесь осудит? Крик летит над целом. Ой, рад, уйти, людей. Гуляй, поле, гуляй, поле, волиный край. Обыватель Бога молит, не замай. Бог на небесах, Бога надо славить, ведь его нам нельзя, как тебя ограбить. Приласкай жениха, гарная девица. Мать, уйди от греха, я хочу жениться. На столе самогон, баба на перине, и малиновый звон на моей малине. Гуляй, поле, гуляй, поле, волиный край, коль смычок на канифолин, скрипку дай. Мы, закрыв глаза, пролетим по струнам, не пугают образа молодых да юных. Зря ты, девка, дрожишь, прижимаясь к маме. С атаманом поспишь, после будешь с нами, будет сотня с тобой. Каждый день венчаться, станешь сотожен женой вольницы казацкой. Гуляй, поле, гуляй, поле, волиный край, коль на воле, на просторе погуляй. Сговорись, казак, с девицей смуглянкой, с ней теплей, как-никак, ночью под тачанкой. Кстати, еще два слова. Помните же, хозяин помог, там я Лёва Задов, там спрячься бы вырву, со мной учтить не надо, да? Марина, при тебе наши ездили туда, в Одессу, да? Лёва Задов, у него два ордена там еще. Начальник перводел, разведка ЧК Одесский, много раз ходил в Турцию, за рубежом. Вот Лёва Задов, а изображен бандитом, да? Потом остался его сын, с дочерью, с его разговором повели, да? Вот сидит старый добрый товарищ боевой из СОСа, вот при ней, это не подтвердит слова, что ездили. Чушь, которую пишут сам и сами говорят. Все-то печатали, все-то не печатали, никто не читал. Ладно, поехали дальше, значит. Песню я тоже пел, просто хочу споеть. Я потом проводил исследование, в каком году это написано. Скорее всего, это было написано где-то в 70-м году, чему, значит, я не знаю, откуда брал сюжеты Гордеича, Гордеич звал Серегу там. Откуда он брал, но он много читал, может быть, ни одного стихов у него нет, у него сплошь, значит, песни он все. Значит, ну вот этот, рыжая девочка, я ее пел, да? Это, по-видимому, с ним. Это было времена потепления, когда иностранные туристы разъезжали тут по городам, селам и весям, что-то смотрели. Вот случай в дороге, значит, там такой. Поскольку он пишет про себя, я верю. Он был романтиком, но он про себя не выдумывал, то, что ощущает ничего. Значит, такая. Почему такое разброс? Ну, я просто хочу показать, что он был до столько там, ну, видел всю жизнь вокруг, и вглубь, и в высоту, и писал то, что видел, то, что чувствовал. Поэтому разные песни там у него. Вот это совсем другая песня. Где-то в Америке девочка рыжая сморщит в улыбке веснущитый нос, больше ее никогда не увижу я. Тех экскурсантов автобус увез, больше ее никогда не увижу я. Тех экскурсантов автобус увез, лето стояло сухое и жаркое, стал их и карус у нашей реки. И я увидел глаза ее яркие, синие-синие, как васильки. И я увидел глаза ее яркие, синие-синие, как васильки. Эхвы глаза голубые, да скарим, первая она завела разговор. Я свои песни играл на гитаре, ну а водитель чинил свой мотор. Я свои песни играл на гитаре, но водитель чинил свой мотор. Американочка, фирму одетая, тоже напела мне песню свою, но я признаюсь, из песни из этой я понял лишь только одно «I love you». Но я признаюсь, из песни из этой я понял лишь только одно «I love you». Вот бы пройтись с ней под ручку по улице, чтобы мальчишки раздинули рот. Только услышали мы, как волнуется запровождающий экскурсовод. Только услышали мы, как волнуется сопровождающий экскурсовод. И на своем интуристском икарусе девочка рыжая тронулась в путь. Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы, как еще раз на нее мне взглянуть. Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы, как еще раз на нее мне взглянуть. Мы бы опять с ней гуляли по берегу Нашей спокойной и чистой реки Мне бы рассказала она про Америку. Я бы нарвал ей в полях Василики Мне бы рассказала она про Америку Я бы сорвал в полях Василики Где-то в Америке девочка рыжая Сморщит в улыбке Веснущатый нос Больше ее Никогда не увижу я Их интуристки Икарус увез Больше ее Никогда не увижу я Их интуристки Икарус увез Спасибо Ну Значит Это в общем-то косвенно имеет отношение к пиратам Сюжет не знаю где Может он где-то такой Но сделал он по-моему здорово Вот послушайте Кладоискатели называется Ну там понятно На самом деле Ну там в конце Знаете что это такое Не совсем весело И не совсем про пиратов Мои друзья Приятели Агюст Мишель Анри Пергамент Занимательный В одной из книг Нашли На карте Стрелки Крестики Он цифрами Пестрит А в уголке Под плесенью Прочли мы Имя Кит Мы моряки Бывалые Известные Именам На службе Был у дьявола Пиратский Капитан Счастливчик С нравом Бешеным Он грабил Корабли Но пойман И повешен Был А деньги Не нашли Написано На карте Той Откройте В бездну Дверь Возьмите Все До фартинга Мне все Равно Теперь И мы Пошли На катере В далекие Края Друзья Кладоискатели И вместе С ними Я Что зря Травить Баланду Вам Крикатер Встал Ныряем С аквалангами Мы у подводных Скал Там рифами Расколотый Брик черный Затонул Груз серебра И золота Сдав Ведомство Акул Ах Как мы Были Счастливы Когда Лебедки Крюк Тягнул Со дна Пиастрами Наполненный Сундук Но Трос стальной Не выдержал Упал На катер Груз Мишель Из рубки Выбежал Но не успел Агюст Кровь залила Всю палому Погуб А мочь Мы не смогли Акулы В море Плавали Кружа Вокруг Андрей Кто От морского Дьявола Уйдет Не заплатив Обшивку Борта Правого Вспорол На мост Риф Прощай Игра Азартная Открылась В бездну Дверь С пиратской Старой Картою Пошел На дно Мишель Плыл На обломках Катера Я пять Ночей Дней Не да Больше Не искатель Я погибших Кораблей Где Вы Друзья Старинные Агюст Мишель Анри Сплю Дома У Камина Я Вось Волны Унесли История Кровавая И я Теперь Не рад Что у морского дьявола Мы взять решили клад Что у морского дьявола Украсть хотели клад Спасибо Значит Еще так Значит Там было Про войну Первую мировую Я пел, конечно, эту песню Просто давно не пел Но мне захотелось Там поучаствовать Вместе с Гордеем Значит В описании Значит Этот Сезон-то кончился Новый год 14 на 15 И то с 13 Что-то тоже прошел давно А вот война-то продолжается Между прочим В самом накале Первая мировая война В которой мы проиграли И при разделе Нам ничего не досталось Больше того Началась Гражданская война Своя Большая Где мы потеряли 9 миллионов Но пока еще Никакой войны нет Пока еще Не перебиты Офицеры кадров И русской армии Дворянского происхождения Пока еще Неразначинцы Не стали поступать В армию И потерь Ни самсонского Ни брусиловского Прорыва Нет И называется Вальс при свечах Вальс при свечах Вальс при свечах Музыкой зал согретый Теплые блики На женских плечах На эпалетах Графиня Я вашей Пленен красотой Бывают Такие моменты Ах Полнополковник Оставьте Другой Свои Комплименты Вальс при свечах Вальс при свечах Музыкой Ночь Согрета Мягкие Блики На женских Плечах На эпалетах Ого А корнет-то Каков Молодец Какая Красивая Пара Семнадцать Всего Совершенный Юнец А схватка Гусара Вальс при свечах Вальс при свечах Музыка И ночь Согрета Мягкие Блики На женских Плечах На эпалетах На эпалетах И старый полковник Юный Корнет Сравнялись Сегодня И разницы нет Поскольку им лет Вальс Новогодний Ни клятв, ни признаний Не надо сейчас Судьба Неподкупный Чиновник Быть может Падут В предназначенный Час Корнет И полковник Вальс при свечах Вальс при свечах Музыка И ночь Согрета Теплые Блики На женских Плечах На эпалетах Пусть завтра Война Пусть завтра В поход Сегодня Об этом Ни слова Как знать Наперед Где пуля Найдет Того И другого Так Танцуйте Полковник Танцуйте Корнет Влюбляйтесь Как будто Впервые Все войны Не в счет А смерть Подождет Пока Мы Живые Все войны Не в счет А смерть Подождет Пока Мы Живые Вальс при свечах Вальс при свечах Музыка И зал Загретый Мягкие Блики На женских Плечах На эпалетах Мягкие Блики На женских Плечах На эпалетах Спасибо Это первая Мировая Это В общем-то Отступление Но Последнее письмо Как бы я назвал Для себя Я пишу К вам Имею ли Право После наших Случайных Встреч За спиною Дымит Переправа Что пришлось При отходе Поджечь И до писем Лев злой Круговерти Сумасшедшей Всемирной Войны Может быть За минуту До смерти Вот Этой Сгоревшей Сосны Но все Дальше И дальше От чуда Ваших Теплых Приветливых Глаз Я И здесь Все никак Не забуду Бесконечно Далекой У вас Я И здесь Все никак Не забуду Бесконечно Далекой У вас О войне Ни конца И ни края И всевышнему Душу Вручив Я Четвертую Лошадь Меняю Удивляясь Что сам Еще жив Ну а если В бою О Риргардном Я Паду В предназначенный Час То погоны Святым Аксельбантом Ординарец Мой Вам Передаст И тогда Не платите Слезами На нежданную Горькую Весть Просто Знайте Что в небе Над вами Вам Знакомая Звездочка Есть О войне Не конца Ах Какая Безмерная Плата С нас Берется Нелепой Войной И Пылает Пожар Герострата Год Четырнадцатый Роковой И Пылает Пожар Герострата Год Четырнадцатый Роковой Это Песня С фронта Но С другого Так Это Продолжение Уже Исход Несколько лет Спустя Отступает Большими Потерями Белая Гвардия Страшный Корниловский Ледовый Поход Пришел Потеряли Потерян Было Много Народу В том Шли Обозы Жены И Дети Шли Замерзали В снегу Но Шли Потом Оборона Перемышля Перекопа Ну История Генерала Слащева А это Вот Как раз Прообраз Из кинофильма Бег Это Прообраз Генерала Хлудова Но Только Никто Не знает Что Генерал Слащев Своевольный И жестокий К своим И чужим Он Держал Больше Месяца Перекоп Все Вот там И большики Конные Не могли Прорваться И не Отступал А после того Как из Крыма Все ушли Он остался И преподавал В академии Куда его сманили В нашей Военной академии На его лекции Сбегались все А потом Был расстрелян Прямо себя В общежитии Жена его Пропала Без вести Так что Революция Поедает Своих детей А еще Одна революция Убивает Даже тех Кто за нее Воевал Значит Еще Один Исход Погода Сегодня Не к черту Для злых И усталых Мужчин Набить бы Кому-нибудь Морду Да нет Подходящих Причин А небо То дождь Проливает То снегом Швыряет В лицо Но так Господа И бывает Наверное Перед Концом А в памяти Спутались Горько Шрапнели В галицийских Полях От больничной Серой Койки До дом С мезонином В филях И парк Где влюбленные Пары Скрывались В тени Тополей Где часто С вином И гитарой Гуляло Собрание Друзей Какими мы были Задиры Как смелые Мы были В речах Как ловко Сидели Мундиры На узких Мальчишьих Плечах А ныне мы Дьяволы Боги Не дрогнет Сражение Рука Клинок Загоняя По стоке Ворущие Тела Врагам А впрочем Все то Многословие Не медали мы Наперед Что будет еще При Азове И страшный Ледовый Поход Не все Одолеют Дорогу Не всем Улыбнется Судьба Не все Упокоятся С Богом На Сен-Женевье Дебуа А ныне Погода Не к черту Холодный Туман От реки Лишь теплая Конская Морда Касается Мокрой Щеки Спасибо Сейчас Просто смотрю Там заявка Пришли от вас Много Надо их успеть Сколько 17 часов Есть время Сколько Время Есть Да Ладно Лирика Должна быть Вот Ну это тоже Лирика Тогда Последний Про войну Тум Первую Мировую Лирически Будут Обязательно Ну например Вот У Вертинского Была эта песня Он вернул сюда И когда мы Разрешили Она так называлась Родина прости Отец мне рассказывал Отец слышал Его в Румынии Потом Разрешили мы Вернуть сюда С дочерями Значит И вот он Первый концерт У него здесь В Москве Он встал на колени Родина прости За то что Долго отсутствовал здесь Значит Не про Вертинского Это вообще Про тех Кто уехал Покинул страну По разным обстоятельствам Но я знаю Что в 41 году Когда началась война Более трех тысяч Иммигрантов Белых Писали В Верховный Совет Обращались С просьбой Зарешить им вернуться Я читал одно письмо И было уже 72 года Полковник Он писал Что я Конечно Я могу Командовать полком Этим Сил нету Но я могу Дайте мне Трехлинейку Я буду сражаться Но я могу Быть полезен тем Что я все эти годы Изучал Военную Значит Доктрину В Германии И я большой специалист В этом Я не знаю Зарешили Мне это был запрос И многие были Помню Тройки Проносились По Арбату Колокольный звон Качался Над Москвой И над Яузой На мостике Горбатом Я встречался С гимназисткой Молодой Где же Те года Где Девчонка-то В платье Светло-розовом Родина Прости Ты Меня верни Снова В край Березовый И гуляли По манежу Чинно-пары И качались На неглинный Фонарин А в яру Под семиструнный Звон гитары Где цыганка Пела песни До зари Где 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 Цыганка-то В черной Шале С розами Родина Прости Ты Меня Верни Снова В край Березовый А потом Оркестр Военный Марш Играл И бродил Рассвет Холодный По штыкам Чьи-то Руки Я В руках Своих Держал И катились Чьи-то Слезы По щекам Где же Эти Дни Кончились Они Отгремели Грозами Родина Прости Ты Меня Верни Снова В край Березовый Родина Прости Ты Меня Верни К Милый Край Березовый Спасибо Ну Это Еще Одна Та Песня Достаточно Короткая Но Вы Помните Песни На Которой Малинин Бодался Звездинским Оба Неправые Слова Не Он Но Стало Известно Звездинск Потом Пел Малинин Совсем Не Дал Концерт Значит Вообще Ни 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 Другим Не Написаны Песни Раздайте Патроны Поручий Голица Карен Таболинский Налейте Вина Я И Не Стало Дело Я Написал Другое Продолжение Вот В идеале Там Девочек Наших Ведут Номера Не Было Комиссары Это Уже Не Знаю Кто Кого Делал Продолжение Там Туман Туманное Утро Расистые Травы Изгой России Обломки Державы Усталые Люди Усталые Конь Четвертые Сутки За нами Погоня Сожженные Станицы Единственный Дом За окнами Ночь Разрывают Зорницы И горько Пьют За дубовым Столом Корнет Оболенский И поручик Голицын Блестит Золотое Шитье Эппалет В табачном Тумане Качаются Лица И пьяный Поручик И пьяный Корнет И штабс Капитан Что случайно Прибился А я вспоминаю Рождественский Бал Неужто Когда-то Мы Молоды Были Военный Оркестр Только Вальсы Играл И медленно Медленно Пары Кружили И белые Плечи Танцующих Дам И пламя Свечей Отражает Паркет Да было Лето Не снилось Ли нам О чем же Ты плачешь Мальчишка Корнет Ты последний Рассвет Наступать Не спеши Есть еще Пистолет И осколок Души Снова Ливни косые Застучат По земле Ты прости Нас Россия Своих Сыновей Спасибо Сейчас по заявкам Ну ладно Лирики не получается Потому что Я уже знаю Кто что написал Но здесь гораздо больше Все одним почерком Главное написано Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Я уже знаю Я уже знаю Даже кто Но сначала начнем Сергей Ты какую заказывал Тут коллективное творчество Поэтому мы с тобой договаривались Спокойно Спокойно Провокаторы Спокойно Я Сергей спрашиваю Вот стояли Курили Когда Ладно Тогда по списку Да Все Да Да Ладно Марин С наступающим Пятнём рождения Поздравьте Одно из наших Нерождений Скоро Так что Конечно У Марины Ладно Ну это лирика Можно отнести К лирике Конечно Кроме Кровавых трупов Ран дымящихся И прочих Это жестокая Жестокая реальность Но женщина почему-то нравится Чем больше крови Это я 19 декабря При себе отметил Какие кровожадные наши дамы Это же блин Так не только наши Вы кричали И другие тоже захотели Они же не пошли водку пить Они сидели и кричали Нет Я видел это Спасибо большое Большое спасибо вам Дорогие женщины Ладно Здравствуй Это я Прости Без приглашения Оно сегодня Пятое февраль Я хотел тебя Поздравить с днем рождения Что давно не празднуешь А жаль Постоим немного у дверей Я лишь на минуточку Прости Так бывает в жизни Вновь пересекаются пути Да я посмотрю В твои глаза Помнишь я Когда-то в них тону Помнишь Как однажды Нам разлуку нагадал Авиабилет Москва-Кабул Сколько зим И сколько долгих лет Если год за три Пересчитать Я не упрекаю Что ты Нет Не имею права Упрекать Как живешь Надеюсь Все в порядке Замужем Писали мне друзья Помнишь Как с тобою В старом парке Прятались Под кленом От дождя Я запомнил Вкус того дождя На губах Испуганных Твоих Не смотри Тревожно На меня Я от этих губ Почти Твоих Очень изменился Что же Может быть Старит нас Чужая сторона Там живут Не прячась От судьбы Потому До срока Седина Что тебе Расскажешь О войне Надо ли Рассказывать Сейчас В следующий раз Я все скажу тебе Если будет В следующий раз Счастливо ли ты Вопросы с киноленты Где героев сводит Хэппи-энд Там в кино А в жизни Проездные документы Снова на Кабул Через Ташкент Он гудит таксист Не может больше ждать Видно Мало дал ему На чай Вот и все Меня Не надо провожать Я пошел Будь счастлива Прощай До утра Ладно Я там прочитал До конца До конца И по времени Ладно Это короткое вроде Что расскажешь О Востоке Непривычная страна Там совсем Другие боги И другие имена Там горянки величавые Пугливы Как стрижи Но глаза Глядят лукав Через сетку Паранжи То Азисы То горы То пустынь Регистан Пчатся бронетранспортеры Из Кабула В Чокчаран Там одна сплошная суша Не бывает Жарче суш Но с вершины гиндукуши Виден только гиндукуш Там народ неторопливый И почитающий Коран Где написано красиво А там Да я в первый вариант вспомнил Но это не политкорректно О законах там проказах Ну ладно О законах мусульман Там землей латают крыши Там стреляют по ночам Там предложат вам Гашиша Предприимчивый бачам Там народ неторопливый И почитающий Коран Почитающий Коран Где написано Красиво О проделках мусульман Этот вариант Да 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 Вас разбудят на рассвете Выпиющий с неба глаз То Мула зовет к мечети Делать утренний намаз Там поклонников Хаяма Знатоки Фердауси Ну а тонкостях ислама Спорить Боже упаси Вас разбудят Повторение опять Бум-бум-бум-бум Что расскажешь о Востоке? Черт его знает Что-то Так что расскажешь о Востоке? Непривычная страна Там совсем другие боги И другие имена Да простите Забыл Ой Они длинные все Да я знаю кто написал Знаю почему я длинный тоже знаю Какую? Нет я говорю зато родные Зато родные да Ладно Близкие да Близкие Я знаю и по именам близкие Ладно Провокаторы Но наши Ладно Самые длинные Ну нет не самые длинные Желтой пылью Наши окна Запорошены Третий день Афганец Бродит по горам Я письмо Тебе пишу Моя хорошая Из провинции Нагорный Бадахшан Мне поет Про горы Грусть Магнитофонная А вокруг Столпились Горы Наяву И живу я здесь Засадами Колоннами Да еще Твоими Письмами Живу Где отмечено В уставе Лифка Ранили Для чего Живет на свете Человек Здесь Сошлись Два века В противостоянии Век Двадцатый И четырнадцатый Век Здесь Не верю Ни в Аллаха Ни в Иисусы Я Девять заповедей Душу не томят Вся религия Моя Головки Русые Сыновей Что с фотографией Глядят Ни к чему Здесь Новомодные Традиции Все указы Здесь Не значат Ни черта Пью я Водку С подполковником Милиции Он Милиции Московской Не читам Пью за Дружбу Фронтовую Настоящую Пью за то Что он Не смотрит С высока Что меня Он Ни ходячего Ни зрячего Пять часов Тащил По скалам До полкам Может быть Мои сумбурные Каракули Разбирать Ты будешь Слезы Не тая Только Сделай Так Родная Чтоб Не плакали Письма Папины Читая Сыновьям Только Верь И по Законам Человечности Будет Встреча Будет Новая Весна Ты Маяк Мне Затерявшему С Вечности По призванию Офицерская Жена Желтой пылью Наши окна Запорошены Третий день Афганец Бродит По горам Я Письмо Тебе Пишу Моя Хорошая Из Провинции Афганской Бадхша Спасибо. Спасибо. Ой. Ну, давайте. Нет, это самое короткое из самых длинных. А я прочитаю. Здравствуйте, я что расскажу. В Востоке спел. Последний каскадер длинный. Орден в кулаке еще длиннее. Жив и здоров чуть покороче. Желтой пылью спел. Мы ошиблись в расчетах самой длинной. Да ладно, у меня-то время вся жизнь впереди. Вы смотрите там. Что? Нет, там такой нет. На бронетранспортере это не моя песня. Она такая стебная. Последний каскадер. Как вы видите? У каскадеров у нас сегодня только Коля комиссаров сидит. Не важно. Советник самый главный. Это кто? Кто нас? Это наш Коля комиссар комиссаров. Фамилия комиссаров. У нас комиссар. Честь, совесть и участь четвертого каскада Бадахшана. Нет, он нас заставлял зубы чистить, утраться, умываться, стирать белье там грязное. Нет, а серьезно расскажу, сколько время прошло. Он единственный, кто из нас работал с молодежью местной. И ценнейшую информацию добывал, разведывательную информацию. Поэтому он с честью звания полковник, он много сделал для ситуации в Афганистане. От скромности он у нас не помрет, как не пытается. Так что последний каскадер к нему относится, правда он чуть позднее моих. Ладно, какую тогда? Вот я вам... Разожми кулак, сведенный друг, товарищ, Пусть засветится эмалевый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищи и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо, чек вардакам, Догорающий на склоне вертолет, Как захлебывалась пятая атака, И как кто-то грудью лег на пулемет. Но эти за столом под образами, За скатеркой из зеленого сукна, Не они тебя на рейды провожали, Не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, Так давно ты в ресторанах не бывал, Поглядим, как там куражатся нэпманы, Прожигающие частный капитал. Нам отпустят все грехи официантка И под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на саланге, Я тебе про непокорный кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, Кто-то памятник при жизни возведет, Кто-то в спину нам пролает недобитки, А кто-то руку понимающий пожмет. Помнишь, Пашку, Авалерку из Баграма, Оба в восемьдесят первом полегли, У Павлухи только старенькая мама, А Валерка звал невесту Натали. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины, Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку, по традиции старинной, Так на фронте обмывают ордена. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины, Ну-ка, девочка, неси еще вина. Выйдем в полночь, постоим под фонарями, У бессонницы забвенья не проси, Отвези нас на свидание с друзьями, Несговорчивое позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного Или слишком мы суровые на вид? Ну, подбрось нас до поселка Востряково Постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного Или слишком мы суровые на вид? Ну, подбрось нас до поселка Востряково Постоять у краснозвездных пирамид. Спасибо. И все-таки у меня в этом году две даты есть. Это, во-первых, в 81-м году, в декабре 81-го, Я прибыл в только что новенький прям Образованный подразделение спецразведки КГБ Вымпел в декабре 81-го года, так что будет. И 19-го августа наш профессиональный праздник Ветеранов Вымпела будет 19-го августа. У меня просьба всем. Я читаю СМСки, на звонки не отвечаю. 2-го августа тоже самое. Я не десантник, дорогие мои. Со 2-го августа не надо меня поздравлять. Хотите, поздравьте с 19-го. Или со днем ЧК, там, 19-го декабря. Ну, есть, по крайней мере, с днем Советской армии и военно-морского флота, или просто армии флота. А то есть какие-то, я не знаю, у них приходят подс. Московские суворовцы. Поздравляют с каждым праздником. Престоль. Я крещеный, но не воцерковленный. Мне абсолютно наплевать там. 368 в году каждый день праздники. Мне не надо с этим поздравлять. Ни с чем там. У вас профессиональный, пожалуйста. Вот, поэтому я спою с вашим разрешением. Тут есть у меня заявка. Последний каскадер, да. Четвертый каскад самый большой. И, между прочим, как ни странно, без войны самые большие потери. Я смотрю, сколько друзей моих умирает каждый год. Все четвертый каскад. Онкология, цирроз, инфаркты. Ну, если это все понятно, цирроз и инфаркт. Это друзья разведчика весь. А вот онкология откуда столько? Я не знаю. Умирают люди, которые были моими командирами. Ну, ладно, они старше 10 лет. Но бывает, умирают те, кто моложе. Ну, ладно. Четвертый каскад. Каскад это, я повторю, еще от операции. Просто операции. Назвали каскадерами. Коли вот тоже, значит, каскадер наш. Мы его так считаем. Он такой и есть. Потому что с каскадом он провоевал там долго. И когда мы снялись полностью, Коля еще там воевал. И он жив. Вот он. Так что полковник комиссаров, полноправный каскадер. Вот он там чего-то. Он скромный у нас. Он нами только командовал без всякой скромности. А здесь вот. Это он наш. Заставлял делать то, что мы никогда без него не сделали. Но спасибо. Единственное, кто довозил полные 5 литров спирта из Кабула до Файзабада. Остальные все пустые проезжали. А Коля нет. Он, может, надержался. Как уж там, не знаю. Ну, вот поэтому четвертый каскад. Нас подружил на веки вечные. Недавно мы собирались. Вот всей Файзабадской группой. Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер. Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата. Весь багаж, рюкзак, дай чемодан. Парень из последнего каскада Покидает мартовский Афган. Парень из последнего каскада Покидает мартовский Афган. По Кабульскому аэродрому Он идет, не чувствуя весны. За четыре тысячи верст от дому И за двести метров от войны. За четыре тысячи верст от дому И за двести метров от войны. Он почти у трапа оглянется, Остановится и на момент. А чего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент. А чего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, А может, просто попросту устал. Смотрит он на горные вершины, Средь которых жил и воевал. Смотрит он на горные вершины, Меж которых жил и воевал. И когда, прервав минуту эту, Дружески махнет ему пилот, Он щелчком отбросив сигарету, Не спеша поднимется на борт. Он щелчком отбросив сигарету, Не спеша поднимется на борт. И подрёв турбин родного Ила, С боевых традиций не забыв, С бортмехаником по кружке шила, Без закуски выпьет за отрыв. С бортмехаником по кружке шила, Без закуски выпьет за отрыв. И уже под мирный гул мотор По дороге к дому и весне Будет спать и видеть сны, Которых никогда не видел на войне. Будет спать и видеть сны, Которых никогда не видел на войне. Будут в снах у каскадёра горы, Весь дым у Хайберский перевал. Нет, не пропустил. Будут в снах тех рейды и засады, БТР дрожащий горячо, И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены ещё. И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены ещё. Будут в снах у каскадёра горы, Весь дым у Хайберский перевал. Не будете люди каскадёра, Он свою войну отвоевал. Не будете люди каскадёра, Он свою войну отвоевал. Спасибо. А здесь считали, что это настоящих каскадёров туда набирают. Я знаю, я знаю, тут же, да, Тут ребята написали статью, Там 180 какой-то полк, Что каскадёры это друзья команды, Это музыкальный инструментальный каскад. И записали меня и Кирсанова туда там. Написали два полковника ГРУ, Ну, Кирсанов вроде с гитарой, А я с каким-то мальчатым насосом в руках. Так, 72-го года практиковали играть на танкоремонтном заводе. Но один из моих друзей. Вот у нас были друзья, Морозов, Кирсанов, Их тоже теперь начали каскадёров называть. И не удалось убедить. Они, правда, поменяли, по-моему, там всё-таки, или нет? Поменяли. Спасибо. Насос. А что мы друзья каскада, потому и каскадёры? Хотя мы про это 180 или 170 какой-то полк, И понять не имею, кто это какие. В Балашихе мы когда, ну, ходили туда, значит, На танцы, в ресторане посидеть, Вот, Почеглаз, да? Там же была песня, которую там знали, да. Каскадёры, каскадёры. Ну, никто ничего не знал, А мы её в деньги там, в чеке, Рублеты ни у кого не было. И те три часа в сутки каскадёры, каскадёры, Марш каскадёры, фэнч. А нам было плевать, мы же знали все там, Все в джинсах, кожаных пиржаках и в батниках. И балдели официантки, И девушки, которые там вставали, Чё же, говорят, под одно и то же вы танцуете, А там всё равно кто-нибудь выберет. Давай опять, поддумай. Они переходящий красный нами держали. Три месяца. Чеки? Рублей-то нет? Прямую сумасшедшую. Неважно. Так, время кончается. 17 решений. Последний этаж. Крайнюю, да. Правильно. Очень верно. Бой за тиху взорванного моста. А, да. Полку. Да, ну и вымпел. Это тоже. Бой за тиху взорванного моста. И полковник спецназа там тоже. Какую тогда? Полковник с холодным лицом налил полстакана и выпил. Или бог за тиху взорванного моста. Бой, давайте. Давайте, ладно. Да, это Полторацкий, который сам не был в Афганистане, но общался очень близко к нашему. Поэтому географически всё верно. Даже когда мне сотрудник говорит, какой у вас там, какой агент там? Помните, агент? Нет у вас агентуры. Я говорю, да, у вас есть, у нас нет. Управление С. Нелегальная разведка называется. Юрий Иванович Дроздов нас, батя. Нелегальная разведка. А мы агенты нелегальные. Потом я ему напомнил, полковник. Знаешь, что? Здесь мы разведчики. Попадём в Америку, будем агентом. Все доедены, вытвержу. Агент Кремля. И наоборот. Так, да. Бой за тиху взорванного моста. ГСН растаял в Англии. Кстати, это песня нашего сотрудника ОСА, которого умер. Олег Ракс, да? Умер, да. При Балтике где-то он умер два года назад. В Калининграде, да. Вот это его песня. Бой за тиху взорванного моста. Бой за тиху взорванного моста ГСН растаяла во мгле. Бой за тиху взорванного моста. Бой за тиху взорванного моста. Там не бродит. Там не бродит дикий папуаз. Есть в России город Балашиха. Есть там ресторанчик бычий глаз. По субботам и по воскресеньям. По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равненья, Парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, По беретам типа палахон. Их в округе местные мальчишки Называют дяденька шпион. Если где-то гром далекий грянет, В неизвестность улетят они. Пусть их вечным памятником станет Проходная возле турни. Он был диверсантом, он дьяволом был, В песках чернокожей анголой. Полковник спецназа работу любил, Хоть и был не в ладах. Центр полом. Полковник спецназа, такой молодой Агент нелегальной разведки. В огне не сгорел и пропал под водой За две боевых пятилетки. В ущельях Паншера под серой чадрой Срывал он славянские скулы. От страха его называли чумой Душманы в далеких аулах. Потом Никарагуа, Куба, Фидель, Потом Мозамбик, перелеты. Потом в Эквадоре на наркокартель Он сам поднимал вертолеты. Полковник спецназа с холодным лицом Налил полстакана и выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием «Выпил». В Америке дельта, в Испании гал его Безуспешно искали, а он в это время Рыбешку тягал из речки на ближнем Урале. А ночью, покинув родные места, Летел он над сектором газа. Быть может, в стране, где распяли Христа, Сегодня полковник спецназа. Полковник спецназа с холодным лицом Налил полстакана и выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием «Выпил». Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием «Выпил». Спасибо вам огромное за то, что все-таки лирику попеть дали. Спасибо. Спасибо. Следующая встреча, я не знаю, ка? Спасибо. Спасибо. Спасибо.